Я не пытаюсь улучшить ваш ум, в пучине идеологии зла я пытаюсь разбудить ваше сознание, вернуть вам зрение, вернуть вам простое понятие того, что честь и свобода важнее той жизни, которая вас понуждает с детства. Как только голоса от государства начинают взывать к вашему патриотизму, это означает, что они готовятся убивать вас быстро и эффективно. Если вы сломаете механизм часов, стрелки все равно будут показывать два раза в сутки правильное время, и у ваших оппонентов всегда будет повод кричать, что в лжете и часы прекрасно идут. Мы живем в эпоху сломанного времени и кривых зеркал, а ложь правит миром. Дайте волю душе. Слушайте, думайте, пишите. Приветствую всех подписчиков канала, всех настоящих друзей, а также, конечно, всех новых зрителей, у которых есть тоже шанс стать постоянными посетителями моего канала. Друзья, прежде чем начать основную тему ролика, обращаю ваше пристальное внимание на события в Питере. В мире Земли Икс все события обычно начинаются в Питере всегда, который на самом деле давно является и всегда являлся Александр Иеневский, как бы его потом не называли. Где некто, кто находится за кадром, я подчеркиваю, некто, кого не показали. И чье имя не произносится, и у кого есть главное кольцо всевластия, вручил 9 колец власти лидерам 9 республик СССР. При этом, как вы расцениваете, например, то, что и лидер Армении, и лидер Азербайджана входит в число посвященных. При этом они должны в ближайшее время вместе принести в сакральную жертву армян Нагорного Карабаха. У армян всего мира нет более страшного врага, чем сегодняшний президент Армении. Я сейчас подчеркиваю, что у армян Нагорного Карабаха и у армян всего мира нет сегодня более страшного врага, чем сегодняшний президент Армении. Подчеркиваю, что мы все время говорим о фантастическом мире Земли Икс, конечно. И обратной стороне, так сказать, к нашему прекрасному миру это никакого отношения не имеет. Наш мир спокойен, демократичен, все живут в добре, согласии и взаимной высокой любви. И, конечно же, мы обратим ваше внимание на то, что обратной стороной свойства этих колец, или, как нам сообщает Вики, обратной стороной этого магического свойства колец, всегда была жажда господства в итоге обращения ко злу. Единое кольцо и девять колец людей также давали невидимость и способность видеть невидимый мир. При этом началось, как я вам говорил, много раз массовое награждение преданных слух системы, которые уже стали не нужны. Так, например, в Москве, там, в Подмосковье, в Силуанах получил свою награду, где-то депутат-миллиардер Антонов с подельником из Владимира, третий в экс-мэра из Владимирской области Александрова убрали в Подмосковье. Постепенно, также, если вы откроете, будете хроники происшествий открывать, вы каждый день будете находить новых-новых крыс, которые получили свою достойную награду. Это только начало цепочки смертей, так называемых сильных мира сего. Нечественные они просто уже не нужны. Начался новый этап. Начался, например, массовый исход иудеев из Израиля. Они уже поняли, что это совсем не их земля, а обетованная. И что им сильно наврали, заманив в этот террариум. Что никакого древнего Иерусалима никогда не было. Ну, вот постепенно там, значит, происходят всякого рода такие события, постепенно приводящие к тому, что они побежали. Побежали они куда? На освобождаемую землю Украины и на выпасы в Соединенных Штатах Америки. Не понимая, что им убежать тоже никуда, никому не удастся. Потому что и они тоже, я сказал, когда закончится система рынка, финансового рынка и глобального рынка, они сами по себе совершенно нечисти не нужны. Вот просто пример. Крушевеля арестовали украинского миллиардера Живака, которого должны выдать в Киеву. А вот в Польше, опять-таки, я же говорю, они все время куда-то бегут, не понимая, что бежать некуда. Массово побежали с Польши мужичины призывного возраста, когда нам объявили мобилизацию. То же самое, что везде, понимаете, происходит. Не буду называть имена подписчиков, которые пишут некоторые комментарии, но очень много после выхода последнего ролика стереотипных комментариев. Почему я решил все-таки сделать этот ролик второй? Явно показывают эти комментарии, что многие слушатели, к сожалению, к их беде находятся в страшном мороке. Пример. Меня почему-то всегда... Вот читаю комментарии. Меня почему-то всегда подбешивают люди, которых, еще не посмотрев ролик, начинают писать комменты и восхвалять Марата. Я таких называю лизуны. Это комментатор пишет, подписчик. Постоянно пишет. Постоянно проезжается по другим зрителям, по другим подписчикам. И вот он пишет. Здравия, Марат и почти все слушатели канала. Обожаю ролики, где Марат зачитывает труды Александра и Штатова и высказывает свое мнение. Много роликов с начиткой трудов Александра на незнакомом Франции посетить не пожалеете. Психологи подтверждают, что даже если будет всего три человека и среди них будет одна женщина, то будет заговор. Функция женщины – репродукция и не надо кидать меня камнями все обидки и претензии к Творцу. Воспринимать женщину только когда, когда она выполняет алгоритм матери. В остальных случаях способна предательство, лицемерие и обман. Я по-чему, я читаю комментарии. Даже макияж на лице я расцениваю как обман. Феминизм придумали, чтобы сильные независимые женщины шли на работу, тем самым сбор налогов вырос вдвое, а пока они работают, из-за детей воспитывают социальных дебилов. В результате всего этого и того, что появился сегодня мрак, мужчин осталось менее 1%. Остальные – одомашенные поросяты. В чем-то автор прав, в чем-то не прав, но действительно, оторвав женщину от семьи, отправив ее на работу, естественно, это самое ужасное, потому что я сказал, что человек вообще душой наделенный, творческий человек, не должен, в принципе, ходить на работу совсем. Он должен творить. Это его предназначение. Если он не творит, а ходит на работу, он не выполняет свое предназначение. Естественно, когда женщины решили возможности, так сказать, выполнять свою роль, как матери, и заставляют ее, как, например, во многих странах мира, с трех месяцев давать с ребенка, либо няньки, либо в ясли, потому что она должна работать. Где написано, что она должна работать, никто не знает. Ну, вот должна и все, потому что и как же иначе. Она же должна быть и свободной, и муниципированной женщиной. Главное, освободить ее от любых обязанностей по семье. Освободить ее от обязанностей по ребенку. Скинуть ребенка там на руки кому-то и пойти. Вот принцип. Но ведь ребенок до определенного возраста ему нужна только мама. И ему нужно материнское молоко. Я об этом много раз говорил. Но вот ниже этого комментария сразу же начинается свара между шовинистами обоих полов. Как правильно мне на это смарт реагировать, я даже не знаю. Я ниже написал всем этим ругающим друг друга страшным людям. Один вопрос простой. Вы ролик слушали? Вы меня ранее слушали? Первое основное предназначение душой наделенных родить новых носителей искры Творца и взрастить их в заботе, любви и ласки. Я еще раз подчеркиваю. Первое основное предназначение душой наделенных родить новых носителей искры Творца и взрастить их в заботе, любви и ласки. Второе. Как вы антагонисты и шовинисты считаете? Кого может родить пара, в которой один считает, что все бабы шлюхи, а вторая считает, что все мужики козлы? Отвечу на этот вопрос. Вы можете меня очень сильно не любить после этого ответа, но я отвечу, что надо их всех немедленно стерилизовать, так как от них могут появиться только шлюхи и козлы. Кто может появиться от союза такой пары? В этой паре одна пара есть имбирь и шлюха, а второй – козел. Только могут они родить шлюху и козлов, больше никого. И снисхождение никакого исключения из этого быть не может, не должно. Добрым и снисходительным мы были слишком долго, поэтому нас и завоевали. Можно и нужно быть только достойно несущему души своей, свет, готовым на все невзгоды ради исполнения предназначения своего. Смотрите выше, высшее предназначение душой наделенных родить новых носителей искры Творца. Вот отличный комментарий от Александра. Александра. Здравствуйте, уважаемый Марат. На этот раз Александр, работами которого вы в своих роликах часто оппонируете, на мой взгляд, неправ. Похоже, он просто механически переносит свой личный опыт, а также полученную в окружающем нас мороке лжи статистическую информацию на нашу реальную жизнь. Сложность отношений с нашей второй прекрасной половиной вызвана тем, что они тоже находятся в плену морока, как и мы, мужчины. Женская неверность и даже продажность, о которой говорит Александр, стали реальными достижениями нечислили лишь последние лет 30. До этого этот успех больше популяризировался искусством, СМИ, народным фольклором, картиной, тайной, вечерней и так далее. Цель нечисти разделить мужчин и женщин, две половины мироздания, инь и янь. Вот действительно, ведь основная эта цель нечисти, я все время из ролика в ролик говорю одно и то же, что основная война направлена именно против белого человека, а уничтожает его с помощью, прежде всего, уничтожения семьи, традиций. Вы понимаете, когда женщины перестают рожать, то все. Когда они перестают рожать, выполняют свою функцию вместе со своими мужьями, которым в голову не придет, что можно взять, например, бросить свою жену с ребенком и пойти куда-то на свободу. Либо уж ты муж и отец, либо ты идешь на свободу. Но таких ходящих на свободу тоже надо всех кастрировать, чтоб не ходили на свободу. А стерилизовать таких женщин, которые думают так, то же самое. То есть, если бы мы в свое время остановили все это, то этого бы ничего просто не было. Потому что мы сами допустили эти фильмы, эти анекдоты, эти рассказы, эту литературу. Там нет нашей литературы, там литература только говорящих на нашем языке личностей. Далее читаю автора. Думаю, что равновесие как раз и происходит по разделу цветов этих двух чудных рыбок. Но достигается оно лишь при их слиянии. С одной стороны добро, с другой зло, свет, тьма, но также хаос, абсолютный покой. Я не отношу ни одну из половин мужчин, либо к женщинам, естественно. А между ними течет река жизни с фарватером, зовущаяся истинно, иносказательно. Создатель дарует новому человеку, зачатывая при этом слиянии, часть себя душу. Чтобы она прошла в бренном физическом теле свой жизненный путь, а затем вернулась к нему, уже обогащенной этим опытом. Если, конечно, выполнил человек свое предназначение в физическом мире. Душа человека указывает ему верный путь по фарватеру, если он ее слышит и слушает. То же самое для всего человечества. Перетягивать не в одну сторону наш корабль, плевущий по реке жизни, нельзя. Сядем на мель. Уже сели. Развитие цивилизации остановится. Оно давно остановилось, идет деградация полная везде. Это как раз и произошло лет 200 назад, когда со стороны хаоса пираты взяли наш мир на абордаж. Закрепил свои крюки за пару слабых звеньев нашего корабля. Допустим, на территории современной Германии или Австрии. Или Англии. Неважно. Притянули его к своему нечистому берегу. Перебили наших корчах. Несча огромные потери, но победили. А чтобы остатки людей ни о чем не догадывались и не сопротивлялись поработителям. Накрыли корабль сверху куполом. Еще раз говорю. Корабль, он пишет, накрыли корабль сверху куполом. Придумали им новые истории, географии, физики. Насадили чуждое искусство. Да, я много раз говорил, что наука, литература, искусство, все, что у нас окружает, так сказать, и составляет якобы «духовное» наследие человечества, там просто невероятное количество грязной и подлой лжи. Наука лживо, искусство лживо, литература лживо. Политика – это вообще одна сплошная ложь. Они, как бактерии, пристроились к еще живому телу человечества своей вездесущей ложной госпирамидой. А мы, простые рабы, в самом низу, выше машинного гнетения по своим ярусам. Дали иудеи, и их элиты. А сама нечисть. Наша болезнь спокойно разместилась во главе. Все, как на долларе. И рассматривать отдельные элементы этой печальной картины не стоит. Вникать в детали тонкости работы, нечисти, бесполезно. Мы должны бы оттогнуть ее. Лично я пытаюсь жить в соответствии с вашими советами, Марат. Смешно и страшно расскажет, как изменилось мое бытие. Еще остается надежда, что Исса был прав, и создатель обнаружит резкую нехватку возвращенных к земле к нему обученных душ. И восстановит утраченное нашим кораблем равновесие. Ведь палач его создания – наше, конечно, но только живых душ. 200 лет подходит к концу. Огромное спасибо вам, Марат, за прекрасный стих. Он мне, как отцу, согрел душу. Друзья, внизу в описании под роликом ссылки на мой персональный сайт. Там есть рубрика «Контакты». Она создана не для того, чтобы задавать вопросы. Вопросы можно задавать на почту. Это для тех, кто уже начал процесс восстановления равновесия в себе. Кто утратил страх перед системой. Я им советую, именно тем, пойти в этот раздел «Контакты». Кто понял, что главное – это честь и воля. Главное – это душа и предназначение. Что над нами нет власти твари. А вот если вас по-прежнему мучают страхи, меркантильные переживания, и вы по-прежнему готовы терзать душу свою покорностью и терпением, то регистрироваться там совсем смысла никакого нет. Тогда лучше поддерживать диванных объединителей и протестунов. В теплом мороке разума, легко подчиняясь биологии тела, легко жить его страхами, разменивая вечность своей души на краткость и безумие пустоты глупых надежд, внушенных вам мороком. Еще раз подчеркиваю, глупых надежд, внушенных вам мороком. В их окружении очень можно неплохо и уютно какое-то короткое время жить. Там же, друзья, на сайте вы найдете ссылки на каждый новый выходящий ролик. И часто под ней бывает текст, который идет ниже этой ссылки. Сначала ссылка, а потом внизу идет текст, который был озвучен в ролике. Кому интересно, могут идти и смотреть. Внизу в описании, друзья, именно тех подписчиков, которые смогли, нашли время и желание для поддержки моего блога. Здравия и сил душевных всем им желаю. Те, кто хочет присоединиться к их числу, могут пройти по одной из ссылок в описании. Ну и вернемся к нашей теме. Тема болезненная, я говорю, я не понимаю, почему она настолько болезненная, но насколько глубоко, как страшно изуродовали мозги. Души людей, это просто невозможно даже представить. Такая взаимная ненависть придет везде. Прямо приходится выбирать крупицами здравые мысли. Итак, подписчиков под ником Кейси пишет, не зная, от чего так зациклено секси у Александра и отношения к мужчине и женщине, кто ее, как большинство, живет одинокими. Есть даже такие, кто позиционирует себя асексуальными людьми. И стоит помнить, что уже сменяется второе поколение социальных Маугли. А Маугли никогда не станет человеком без реабилитации и помощи из мира. Глупо кричать Маугли и обвинять его в этом. У него нет другой информации и модели поведения. Сейчас массово нужно бесплатную психотерапию и нормальное образование от тех, кто позиционирует себя специалистом, но они готовы работать за приемлемые людям деньги. Я и ответил, здравия Кейси. Психотерапевтам самим нужны закрытые клиники. Только кто же с ними будет с безумцами работать? Тут не обсуждают быт и чаяние теней. На этом сайте, на этом канале у меня мы не обсуждаем быт и чаяние теней. Быть тех, кого на самом деле в реальности нет. Обращаясь только к душу, к себе несущим. Все остальные никакого значения не имеют совсем, потому что их фактически уже нет. Падение в пропасть уже произошло в большей части. Александр высказал о том, что многие прячут в себе, независимо от пола. А это нарыв, который я пытался вскрыть. Больно, воняет, течет гной, но надо. Если не лечить, то нарыв когда-нибудь приведет к гибели, к гангрене. Друзья, все дело в том, что я уже говорил, что если в тексте Александра, где он дает характеристики женщинам, поменять слово женщин на слово мужчины, то тут же прибегут толпы воспаляющих его сумасшедших феминисток. И с той, и с другой стороны, обвинения совершенно зеркальны. В этом легко убедиться, читая комментарии. Это означает только одно, я бы сказал в том ролике, это четко. И та, и другая точка зыни не имеет права на существование. Ибо это стопроцентный морг и ложь. Огульное клемение стадо у нечисти частью всего начинается со слова «все» и «все». Все пиндосы, все бабы, все мужики, все немцы. Обвиняясь все. Все. Главное дать обобщенный образ врага покорным барашкам. И можно с ними делать все, что угодно. Стрейч, резать на мясо, отберять ягнят или цыплят, заставлять убивать друг друга. Все нацики, например, все москали, все кацапы, все лягушатники, все макаронники, все евреи. Я, например, на канале убедительно показал, что нет такой национальности евреи. Нет национальности немец или чех. Я специально в описании поставлю ссылки на ролики, которые желательно поставить, прежде чем писать слово «все». Вот наглядный пример. Письмо от Сергея из Украины. Здравия желаю, Марат. Вечный вопрос, кто виноват и что делать? Если есть противоречия, то там есть ложь. Истина отвергает ложь. Я о героях писал ранее, а бойца, оказывается, к такому писал. Оказывается, он и два его друга уже дома, их подставили уже третий раз. Они отдали АК, форму, сказали, больше нас здесь нет, не увидите, уехали. Здесь их, конечно, никто не ищет, то есть они сдали форму и калаши и исчезли. Хотя все знают, где они, деньги уже не платят, тем, кто он находится, защищает Украину. Деньги перестали платить. Только циферки на картах скоро и корм перестанут давать. Все, как вы говорили. Приехал знакомый сын. Шел приехать, женился, скинулись бойцы, купили взять джип. Нету техники. Сын спрашивал, а где соляру берете? Да просто бак пробил Джон Дири и залил себе сам. За свои деньги себя убивают. А я думаю, зачем мусолят закон о ужесточении наказания за невыполнение приказов, мир дома вашему. Благодарю всем неравнодушным к вашему труду. Вот видите, и стоит другой. Такие же письма приходят со стороны. И как он пишет со стороны Украины, приходят такие же письма со стороны России. Есть люди, которые все прекрасно понимают. Знаете, что 90% тех, кто за этот кровавый цирк до полной победы, и с той, и с другой стороны, я подчеркну, никакой разницы нет. Это пенсионеры, которые знают, что их в строй не поставят. То есть пенсионер всегда на войну, потому что он знает, что за войну его никогда туда не пошлют. А потом этот пенсионер, не отрываясь, сидит перед голубым экраном, делать-то ему еще, особенно зимой сейчас вообще нечего, так хоть в огороде ковыряется, вот так засел перед экраном со своим любимым котом и идет на войну с котом вместе. И воюет яростно с пеной у рта. Или она пенсионерка, это не важно. Важно, главное, что они целиком за войну. Они самые надежные опоры, как у зеленки, так и у куклы Пу. Далее женщины, особенно среднего возраста, у которых нет семьи. Почему нет семьи, нет ответственности. Значит, за войну. Далее идут третья категория, это патриотично воспитанная система, как я их называю, новые пионеры. То есть подростки безумные. А мужики 95% совсем этой войны не хотят, но при опросе ведут себя, как самые настоящие твари. То есть не говорят никогда правду. А приняв на грудь дозу, или накурившись дряни, потом отболевавшись, готовы бежать на убой в одном из поднем, чему уставшие от пьянок и нищеты их благоверны только и рады. Это совершенно естественный процесс, иначе палач никогда не воплотился бы и не занялся бы этой грязной работой. У меня есть ролик «Бегущая на палаху». Возьмите, посмотрите. Когда я его написал? Сегодня стало все, что написано в этом ролике, еще нагляднее. Большая часть, я сказал же, уже улетела в пропасть, но при этом они летят в пропасть и думают, что они живые. Что у них, у летящих в пропасть, есть имущество, есть кредиты, есть работа, есть гражданство, есть какое-то правительство, которое о них заботится и прочую чушь. Понять простую вещь, что единственное, что у них было и что они отратили, это искра создателя, их душа. И что они ее безвозвратно потеряли, они уже никогда не смогут. Интересное письмо, отражающее точку зрения тех, кто хочет и может делать что-либо от души, пришло от Константина Иванова, который пишет. Здравия, Марат. Тема взаимоотношения полов очень болезненна и тяжела, но на самом деле проста как три копейки. Будучи второй раз женатый, столкнувшись с правлением отношений, начал копать и думать, где исток и причины всего. Их много, это я теперь знаю. Все свои изыскания, выводы озвучивать не буду. Морок наведен был очень глубокий и системный. Озвучай один самый главный корень, утеря своего предназначения и нивелирование своих основных функций обоими полами. Выросло много поколений девочек с четкой установкой, что все мужики говно. Выбери себе лепеху поменьше, чтобы не так воняло и живее. Мальчикам внушает с детства подчинение женщина. Мама всегда права, воспитательница всегда права, учительница в школе тоже всегда права, преподаватель в университете начальница на работе. Не дай бог, конечно, когда начальница на работе, но в боге такое бывает. И потом обе части этого поколеченного общества с промытым рекламой фильмами, песнями, клипами, социумом, традициями, бородатыми магами, в рясах и так далее. Мозгами спариваются в создании семьи, это не назовешь. Это именно спаривание. И рожают ребенка. А потом это другая сторона, я добавлю от себя здесь, обиженная. Вот говорит, родила ребенка, а он такой-сякой, блин, осталась одна. А он пишет, вот так вот подженился, а она вот так взяла, там кто-то и кто-то сделала, ушла, у меня все отняла. Ну, люди никак не понимают, что создание семьи – это отнюдь не спаривание, ни поход в ЗАГС, ни дикие пляски на свадьбе с песнями, ни тем более, так сказать, свадебный обряд в церкви – это совсем другое. Ничего общего с этим не стоит в создании семьи, даже рядом не стоит. Это все ритуалы созданы для того, чтобы вести как можно больше морок на людей. В морок людей затаскивают, и вот они живут этими ритуалами. И живут стереотипным мышлением, я же говорю. И в результате, заранее создавая семью, возникает дикий антагонизм между мужчиной и женщиной. Они не ощущают себя единым целым. Они враждуют. У них война идет. Кто должен сегодня чашку помыть, кто должен встать к ребенку пойти. И так это с мелочей начинается все. Колесо замыкается, пишет Константин, и все по-новой. Женщины не до мужики, мужчины не до бабы. И тут же степер противостояния зависит от процентного соотношения в ком чего, больше или меньше. Мир дома, добра и мира всем. Ждем продолжения. Я видел то же самое, я когда говорил, я как-то когда делал еще ролики о Франции, давно, года четыре назад, говорил, что нам даже, значит, мода появилась один день недели, одевать мальчика в юбке в школе. Подростков. Типа это надо так. То есть все делается для чего? Для того, чтобы мужик превратился сделать из мужика тряпку, покорную такую, тихую, спокойную такую, что-то, нечто вроде собачки. Но при этом эта собачка почему-то, она должна при этом вести себя как настоящий левый литтигр, для того, чтобы обеспечить, как они говорят, семью. То есть он должен как лев сражаться там где-то, добывать деньги. Но при этом он должен быть одновременно таким же шелком, покорным, одеть юбку, покрасить губы и ходить такой. Но это уже все тоже ушло в прошлое. Это сегодня уже пережиток. Я скажу, что сейчас внедряется. Константин, сегодня я ему ответил. Сегодня они от этого плачевного состояния социума перешли уже к новому витку под названием гендерное равенство. А на самом деле к отмене всего, что связано с нормальной сексуальной ориентацией. На самом деле и позиция Александра, и позиция его противниц, хемисток, страшно устарела и стала совершенно уже неактуальной. Вот то, что написал Александр, в принципе, сегодня совершенно неактуально. Точно так же, как все, кто враждебно настроен к его информации, тоже все их заявления совершенно неактуальны. Потому что в социуме создана новая позиция. Теперь уже считать себя мужчиной или женщиной в этом социуме становится страшным извращением. То есть, если вы считаете себя мужчиной или женщиной, вы уже по их правилам извращенец. Это уже не нормально быть мужчиной или женщиной. Папа и мама, как понятие, полностью выведены из из-за борота. В школе теперь в документах родители один и родители два. А теперь еще и не родители, а опекун пишут. Все это делается исключительно в либеральном плане, гендерного равенства и для пользы не имеющего теперь пола ребенка. То есть, они говорят, что вот так столько лет это самое было все под запретом, что это все принижалось, унижалось, что теперь вот такая свобода, что теперь надо именно так жить. Ну что, что тут можно дальше сказать? То есть, то, что вы говорите там про сегодняшнее отношение, это война, так сказать, шовинизм, полу, она уже ушла в прошлое, нет никакого шовинизма. Теперь все до 30 лет будут решать, какого же я пола. То ли я девочка, то ли я мальчик, то ли я вообще собачка розовая, покрашенная, постриженная хорошо. А может быть, я вообще дерево с дуплом, непонятно. Потому что гендерная ориентация, она предполагает любую форму мотыльком себе порхающим вокруг цветочка представлять в сексуальном плане. Теперь уже все нормально, все нормально, кроме нормального. Нормально, вот ненормально, если вы думаете, что мужчина или вы считаете, что вы женщина, вот это уже ненормально, это уже наказуемо, скоро будет. Ну ладно, я еще не знаю, что по этому поводу сказать. Если до кого-то не достучался, то, простите, я другого, так сказать, уже ничего дать не могу. Значит, уже мозги не промыть и не очистить от мусора. Так, для различения, друзья, некий фрукт, который я называл плохим клоном, писал я о нем когда-то, который плохой клон Миколы Питерского Второго, и его все знают как Димона, видимо, очень внимательно, вот он, видимо, очень внимательно слушает мои ролики, конспектирует их и, попав под мое дурное влияние, сделал следующее заявление. Внимание, заявление. «Читаю, Медведев предрек перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовых активностей из США и Европы в Азию. Прекращение действия Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ, Международного валютного фонда и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют и возвращение к золотому стандарту». То есть, мактически он заявил о том, что «я предрекаю конец власти Вадуца Лихтенштейна над миром». Кроме того, мировое сообщество перейдет в активно использование цифровых фиатных валют, ну, то есть, которые вообще не деньги-то, цифровые деньги-то совсем не деньги, там от денег уже ничего не осталось, деньги мы уже обсуждали тему. Также он вдруг объявил своим открытием, не знаю, может ему предъявить права на, так сказать, на то, что вообще-то это я объявил и предсказал еще в начале 2020 года гражданскую войну в США. Плагиатор смешной продолжил, далее плохо понимая, почему это неминуемо и мною подробно разжевано «возможное отделение белых штатов и создание отдельного государства», так и сказал. Только он совсем не понял, как это будет выглядеть и почему возможен такой сценарий. Не сказал он и о том, что население территории США и Канады в 2025 году, к моменту наступления полного равновесия, по моим расчетам не будет превышать 50 миллионов. Но это 50 миллионов тоже они будут обречены, когда наступит равновесие. Потому что равновесие смогут пройти только те, кто сохранил свою душу и нашел свое предназначение. Скорее всего, будет находиться в состоянии, близком к тому, что вы видели в 2025 году, этой территории, будет в постакалиптических фильмах, снятых в том же США. Не заметьте, что равновесие наступит, но куски какие-то этого мира, находящиеся в тенях, они будут продолжать там где-то кувыркаться, и там эти тени будут сражаться, заниматься людоедством и так далее. Эти фильмы, постапокалиптические фильмы, снятые в том же США, вы все видели. Апокалипсис в этих фильмах закончился, и потом наступило время чего? Время ножа и топора, людоедство, насилие и бессмысленной жестокости. Сокращение населения в мире идет уже очень быстрыми темпами. Германии вдруг, внезапно, на прошлой неделе и на этой заговорили о высокой смертности от спасительных и очень полезной жижи. Причем от этого стали говорить одновременно и медики, и пресса. Заметьте, что те и другие жестко контролируются. Судя по показателям реальным потреблениям, например, население США уже потеряло не менее 15% от своей численности в 2019 году. Но это нигде не пишет никто, и это нигде не афишируется. Потребление-то никуда не денешься, что сейчас же как в России, там в Кремле говорят, что население 145 миллионов. Ну, на самом деле, до 50 миллионов, если дотягивают, очень хорошо. Никуда это ты его не денешься. Потому что есть простая вещь, экономические показатели потребления. Все расчеты показывают, дают одну и ту же цифру где-то. Всегда. И там прогрессность небольшая, 2-3% бывает, не более. Так вот, население США за 2 года потеряло 15%. То есть они потеряли уже как минимум 45-50 миллионов. И об этом никто ничего не говорит. Конечно, дырку частично прикрывают смертники из Мексики, бегущие за красивой и сытой жизнью. Но это просто мухи, садящиеся на клейкую ленту, у которых разумность, даже условно, давно отключена. Начинает раскрутиться новый виток второй всадник в Европе. Начисть события в Сербии и Косово. Заметим, что, как везде, первый удар должны принять на себя потомки русов. Подлеждается резкое сокращение населения на территории У. Простой факт. Администрация Херсона обвинила украинские власти в доведении города до куманитарной катастрофы. Администрация утверждает, в городе нет электричества, воды, как следствие отопления и газа. Кроме того, в населенном пункте наблюдается нехватка лекарств и продовольствия. Многие источники сообщают одно и то же. Там при этом в городе постоянно идут пожары, горит что-то. Там завод сейчас какой-то судостроительный, какой-то там судоремонтный горит. То есть, ну, горят, конечно, все предприятия, которые надо же еще предприятия, чтобы ничего не работало. А вот, например, по Сербии, не надо же, я вам говорил же, что в Сербии практически нет своей армии. События, вот, происходящие на территории У, конечно же, сербову ничему не научили. А вот китайская армия там имеет огромный порт, да, в Сербии, я говорю, в Сербии. Самое смешное, что и в Косово полно китайских частей. Ну и, конечно же, Медведев, как и без этого, он тут же предсказал распад ЕС и даже войну. Кому интересно, могут у меня поставить ролик «Коронавирус, мировой конслабия или пандемия глупости», который написан очень-очень давно. Еще более важно поставить ролик «Самолечение лжи и социально-экономические прогнозы на 2025 год». Просто посмотрите, поймете. Там уже более двух лет назад все было сказано, а только посмотрело, сколько на самом деле реально подписчиков посмотрело этот ролик вообще. Этот ролик вообще-то обращен ко всему человечеству. Этот же ролик ясно показывает эволюцию событий, так как в тот момент я опирался только на логику и социально-экономические процессы, не учитывая того, что на самом деле реально начался процесс наступления равновесия, так как не понимал, что этот процесс никак не зависит от событий, происходящих в нашем мире. Поэтому я и говорю, что только совершенно незначительное количество людей способны сохранить душу свою и построить равновесие в своем разуме, в своем сознании. Гармония начинается с того, что на первый план выходит воля души своей. Но вместо того, чтобы заняться единственным правильным делом своей душой и своими близкими, люди окончательно отказываются от своей души, от свободы выбора, от своего предназначения и начинают либо сходить с ума от страха, либо истерить и видеть во всем только происки врагов. Я не говорю об этом случае о хомяке обыкновенном, условно-разумном, который существует только в режиме, чтобы еще захомячить и все будет хорошо, все будет просто прекрасно. А для развлечения они пишут всякие глупости, эти хомяки, смотрят всякие идиотские ролики, а некоторые самые больные на голову осознание своей хомячей образованности, всерьез обсуждают тему того, как некое мифическое золото России, некоторые резервы ЦБ, ищут плохие шии, плохие шии, которые там, на Западе, враги и воры, чтобы отжать это золото у России, наказывая Россию за агрессию. То есть они не задают простой вопрос, а что делает это золото России там, в хранилище этих самых, так сказать, врагов. Критилизм полный и окончательный. Три года назад я рассказывал, как из России вывозят, спешно вывозят все драгметаллы, все ценности, прячут в Нью-Йорке, в Лондоне, якобы на хранение ответственное. Сейчас из России вывозят последние запасы круп и зерна, цветных металлов, проката, так как нефть и газ уже никому не нужны совершенно. Я, и когда они не нужны, тогда крошка поговорит, все, мы по этим ценам поставлять не будем. А какая может быть цена на то, что никому не нужно, никто у него не спрашивает. Я в девятнадцатом году еще говорил, что никто свои запасы, золото, свои активы, ценности не будет складывать в хранилище врагов. Они же тогда и в девятнадцатом году осыпали Россию с санкциями, как градом огромным, величиной с футбольный мяч. Причем вводят их так быстро, они все время их в таком количестве, что прочитать тексты этих санкций реально совершенно невозможно. Там, наверное, уже там вот под сорок понаписали их с четырнадцатого года. Нет, их, подождите, с 2008, когда там события еще в Осетии были и в Грузии. То есть, представляете, 2008 год, если мы возьмем и вернемся сегодня, то есть уже 14 лет санкций беспрерывных. При этом, как вы понимаете, вроде бы даже вот если мы возьмем сильно больного на головку хомяка, вот ему вроде бы как должно понятно, что хранить свои зернышки и орешки в норе сурка совершенно невозможно и бесполезно. Назад ты их никогда не получишь. Но у него же плесень в голове. Такой маленький клубок вонючей плесени. Вот у любых этих аналитиков, которые там пишут, только клубок вонючей плесени в голове, которые об этом золоте говорят, о хранилищах, о цене на валюту, о нефти, о потолке цен на нефть. Вот все, кто об этом говорит, у них клубок плесени в голове, больше ничего, вот абсолютно, там вонь полная совершенно. Поэтому они мне пишут в комментариях, учи историю, не трогай Путина, ты агент США. Им совершенно плевать, что я давно доказал, что США не существующее государство, что ЕС просто ассоциация. Ассоциация. Они опять там цепляются, как тузики в грелку, начинают таскать этот образ от Трампа, который вот вернется и порядок наведет, и так далее. То есть бред полнейший. Я давно показал, даже суд, не тот, не европейский суд по правам человека, а европейский суд, который обязан для всех государств, но еще тогда сказал, что ЕС, это просто ассоциация, то есть это не коммерческое даже предприятие, это ассоциация добровольная, то есть зашел, вышел, как ассоциация любителей там бабочек. И вот позиция людей совершенно в одном плане непонятна. То есть пока я укладываюсь в рамки того, что они вкусили у ура патриотов из Московской или Киевской синагоги, то я очень хороший, все просто прекрасно, им очень нравится. Но как только они слышат анализ ситуации на территории бывшего СССР, их начинает нести, как будто они съели пару кило тухлой селедки и запилили литром молока, а потом еще парой стаканов растительного масла. Уложить в их голову простую и вполне очевидную и бесспорную вещь совершенно невозможно, что в мире только одна пирамида власти, что любое правительство это просто сборище марионетов, которые очень любят ритуальные жесты, типа вот раздачи колец власти, что в мире никогда не было ни одного правителя, который бы думал о жителях своей страны, что все, я подчеркну, никогда не было в мире ни одного хорошего правителя, который бы думал о благе своей страны, что все войны ведутся только во славу мирового равената, и никогда не было ни одной справедливой и достойной внимания освободительной войны, если не считать только небольшой, но страшной войны ради зийцев, которые сражались до последнего белого мужчины. Ну, у них просто выхода не было, они понимают, что их пришли убить и съесть, и они сражались до последнего человека. Все это не просто выше их понимания, это равносельно тому, что вы пойдете и расскажете курице, с какой целью ее поселили в этот курятник. Но вернемся к теме ролика, который я опубликовал в воскресенье. Как ни странно, простую вещь или девятое правило волшебника усвоило очень небольшое количество подписчиков, так как большая часть восприняла позицию Александра либо на ура, либо в штыки. Я не знаю, для чего я полролика всем объяснял очевидное, перед тем, как зачитать выдержки из работы Александра. Я не знаю даже, как мне относиться к тем, кто стал обвинять меня в мужском шавинизме. С таким же успехом можно меня обвинять в том, что я сторонник гендерного равенства или сторонник тотальной кастрации всех мальчиков. Причем некоторые до этого вменяемые подписчицы стали вести себя совершенно неадекватно. Это показывает степень урока и степень неприятной истины, если она не нравится. Я долго думал, как вот назвать этот феномен. И решил его назвать, вот это первый раз я говорю, феноменом Мальвины. Мальвина, если вы помните, девочка с голубыми волосами. И сказки, которые, на самом деле, это сказка открытое издевательство и сатира над большей частью жителей СССР. То есть в этой фильме открыто издевались над жителями СССР. Да и жителям всего мира тоже в этой же сказке издеваются. И всем им покажет, что вы живете в стране дураков. Что вы, все, что у вас есть, это только несколько тупых надежд. Основная из которых этих надежд, это добраться до поля чудес. Но все они попадают в реальности в потасканный балаган театра морения, так под управлением Карабаса-Барабаса. Но они все верят, почему-то, что где-то в мире есть прекрасные такие золотые города. Есть поле чудес. Самое главное верить в то, что можно не прикладывать никаких усилий вырастить дерево, на котором будут висеть монетки. Поэтому во всем мире люди со стеревнением играют в всякие лотерейные игры. Они верят, что некий Буратино, глупый, необразованный, но очень удачливый дурачок, непременно найдет золотой ключик и откроет для них всех дверцу в сказку. Так вот, если вы подумаете, то Мальвина чистящий воды биоробот, помешан на порядке и правильности того, как все должно быть. То есть Мальвина это программа для правильных девочек-отличниц. А Буратино программа для глупых, но при этом очень удачливых мальчиков, которыми должны, эти мальчики, конечно же, должны руководить эти самые Мальвины. Красавицы, отличницы, комсомолки и спортсменки. Там, правда, есть еще такой придурок сбоку Пьерро, символ 95% мужиков. Но он, конечно же, не для Мальвин, а для какой-нибудь заморашки. Это не для меня, не, не, этот Пьерро не для меня. Мне только вот богатенького Буратино. Давайте. Потому что он глупый, но при этом богатый. А где, я спрошу вас, настоящий герой для мальчиков и настоящая героиня для девочек? Не Иванушка-дурачок, не Буратино, не Пьерро, не Чип и Дейл, а настоящий живой, который не будет искать поле чудес в стране дураков. И не будет искать избушку с Бабой Ягой. Он не пойдет искать царевну-лягушку в болоте. Она не будет ждать принца на белом коне. В болоте можно найти только пиявок и мавок, а не царевну. И почему Иван-дурачок, например, спрошу я вас, а Василиса, она премудруя? Почему именно тупой и ленивый неуч с печи ловит щуку? Почему всем так нравится Алеша Попович из мультфильма, который просто эталон придурка вообще-то законченного и даже с явными признаками явного такого крентинизма и дебилизма? Помните этот мультфильм? Полнометражный. А ведь это якобы патриоты, настоящие граждане этот мультфильм снимали. А ведь создателей этих фирмов надо по большому счету к хвостам коней привязывать. Ну и что же дальше там с такими предателями делали? Все наши тараканы насадили морком русскоговорящие писатели, поэты, композиторы, художники, певцы и танцоры, балеты, театры, школы и пионерские лагеря, плакаты из зона. То же самое проделали во Франции, Италии, Испании. Про Германию я вообще не хочу говорить. Вот мы и имеем сегодня взаимную ненависть Мальвин, которым всем достались вместо Буратино Пьеро и Буратино и тех же Пьеро. Буратино, который чавкает водку психически и физически больных, послушных и покорных, буйных и загульных, жадных и утративших честь. Самое позорное, что во всех своих проблемах и Мальвина, и Буратино, они ввинят друг друга. Из-за имени ненависти их просто зашкаливает. Я бы сказал, что в тексте Александра легко можно заменить слово баба на слово мужики. И смысл ничуть не поменяется. Ветхий завет дает четкую картину Ева слабой и предающейся искушению со змеем. Вы помните, да? Тайное вечеринье дает картину такой же слабой спутницы литературного Иисуса. Образ Матери Марии вообще ужасен. У меня есть ролик, друзья, на самом деле, в том, кто такая была мать и сына Киев, мир дома его. Послушайте его, осознайте, в каком морке живет это отражение. Надо понимать и это заключение. Если вы хотите, это аксиома. Пока вы не дадите волю своей душе, вы никогда не найдете свою половинку. А если нет такой половинки, то от любого другого союза не могут родиться достойные родители своих детей. И даже если они родились, то задача отца и матери состоит в том, чтобы они не попали на жертвенный камень современного Молоха, на алтаре синагоги, как бы это синагога ни называлась. Душа вашего ребенка – самая большая ценность для этих тварей. Равновесие скоро покончится этим морком, но оно наступит только для тех, кто уже формирует его в себе, в своем сознании. Благодарю всех, кто дослушал, нашел терпение, дослушал до конца и осознал все, что я сказал. До следующей встречи, которая, как всегда, состоится в воскресенье и завершит год этот, год 22-й. Благодарю вас всех за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok